Андрей Белый В нить событий вплетено небытиё Всё было, как в дурном сне. Действительность мировой войны, революции, террора и гражданской войны. «Ясность закона и случай, ничтожнейшей в общей системе неясностей», – констатировал он в трилогии своих романов по М. «Мир протух в мерзи». Какие мысли одолевали его метущегося между Москвой и Берлином, символиста без отдохновения, наполовину мужа, наполовину гения и сумасшедшего на все сто. Его бред – переводы действительно бывшего на язык образов – очень болезненный. Образами излечить надо образы, править фантазию – факт. Вперив взоры в гипотетический, в гиперболический космос, в тысячелетия гибнущий город, Москва, он чувствовал, знал – страшно, страшно, мы думаем, что мы живём, а уж нас изучают, как свинксов ушедшей культуры, в пустыню впиряющей взгляды свои. Белый цвет, – разъяснял Александру Блоку, – символ бога человечества, белый, сверкнувший луч мистического солнца, условие, необходимое для восприятия божественного видения, отсутствие белого, противоположное, чёрное, цвет ужаса – чёрный, ужас, воплощённый в бытие, белое равен серое. Серая пыль – ужас, и тут чрезвычайно глубок Мережковский. Со времён грехопадения между белым лучом и нами – серая пыль, а белое сиянье, засеренное пылью, даёт подобие красного цвета. Огненно-красное – это обман, это отношение серого к сверкающей белизне и обратно. Вот что открывает ряд видений. И это так. Красное не безусловно, а феноменально, относительно. Андрей Белый, Александр Блок, Переписка С конца 1917-го засеренным оказалось всё метафизическое пространство русского мира. Российская империя рухнула в одночасти, а с победой в гражданской войне феноменальное красное засерело страну физически, – от Минска до Владивостока. А он, знай, налегал на антропософию. Мы – начало координат, уверял. Вот почему отсчёт с нашей стороны по линиям глубины, ширины и длины произволен. Такая логика расплющивает всякую глубину, всё срывает и уносит. Но никуда не уносит, совсем как кантовский ноумен, ограничивающий призрачную действительность, но и сам не сущий. Мир является ненужной картиной, где все бегут с искажёнными, позеленевшими лицами, занавешанные дымом фабричных труб, бегут, в ненужном порыве вскакивают на конки, ну, совсем как в городах. Казалось бы, единственное бегство в себя, но я – это единственное спасение – оказывается только чёрной пропастью, куда вторично врываются пыльные вихри, слагаясь в безобразные всем нам известные картины. И вот чувствуешь, как вечно проваливаешься со всеми призраками, призрак со всеми нулями – нуль, но не проваливаешься, потому что некуда проваливаться, когда все равномерно летят, уменьшаясь равномерно, так что мир приближается к нулю, и уже нуль – оконки плетутся, за ним бегут эти повитые бледностью нули в шляпах и картузах. Хочется крикнуть – очнитесь! Что за нескладица? Но криком собираешь толку зевак, а может быть, и городового. Нелепость растёт, мстя за попытку проснуться, вспоминаешь Ницше – пустыня растёт, горе тому, в ком таятся пустыни. И что-то омерзительное охватывает сердце. Это и есть чёрт – серая пыль, оседающая на всём. Андрей Белый – священные цвета. Казалось, выдумал гада себе, и его любил нежно. На деле и чудовищность выглядит нежно, когда перетлеет она. Сумасшедший в своей гениальности, Андрей Белый сочинял прозу, больше похожую на стихи, а стихи переделывал сотни раз всё равно, что прозу. Будучи уверенным, что стихи сильно выиграют, переписывал целые циклы, ничего не оставляя от ранних текстов и создавая несколько вариантов одного и того же. Он будто стремился нагнать упущенное время, одним махом взлететь туда, где уже были Александр Блох, Николай Гумилёв, Владимир Маяковский и где мог быть и он. Но вот ведь судьба толстопятая почему-то не вышла, чего-то не достала, а ведь всё было, было – талант, и силы, и воля, и окружение, и переписывая только портил ранее сочинённое и потому привычное современникам. Куда пропал врождённый большой вкус? – удивлялись они и собирались учредить общество защиты творений Андрея Белого от жестокого его с ними обращения. Нам, Желтея, в нас без мысли подымаясь, как вопрос, эти проткнутые рёбра, перекрученные руки, припоясанные чресла в девятнадцатом столетии провисли. Господи, и это был Христос, но это воскресло. Андрей Белый. Христос воскрес. Небытие разверзалось личностно, перекраивало историю. Дела житейские, биография, грандиозный поступь общественного переустройства – всё прорезывалось прорехой недомыслия и недосказанности, куда своплен отчаяния и тревогой за будущее, безнадёжные, крушились лучшие проекты и упования. Куда пугала канит творчество и его жизнь? Куда не утешала канит Россия и мировая история? Снова там терновые венцы, снова нам провисли мертвецы. Под двумя столбами с перекладиною, хриплыми глухими голосами, перепутанными волосами, остеклелой впадиною, глаз угрожая, мертвенные мысли остро-грозно-мертвенно прорезываются в нас. Из умозрительных статей рубежа веков апокалипсис вырисовывался в ужасающем масштабе всей своей неизбежности в стране, в языке, в русской поэзии. Вихрь, поднявшийся в современной России и взметнувший пыль, должен неминуемо создать призрак красного ужаса, облака дыма и огня, потому что свет, пронизывая пыль, зажигает её. Но следует помнить, что призрачен красный дракон, несущийся на нас с востока, это туманные облака, а не действительность. И войны вовсе нет. Она – порождение нашего больного воображения, внешний символ в борьбе вселенской души с мировым ужасом, символ борьбы наших душ с химерами и гидрами хаоса. Тщетна борьба с ужасной гидрой. Сколько бы мы не срубили измененных голов, вырастут новые, пока мы не поймём, что самая гидра призрачна. Она – маска, наброшенная на действительность, за которой прячется невидимая. Пока мы не поймём, что маска призрачна, она будет расти, слагая кровавые всемирноисторические картины. Извне налетающий дракон соединится с красным петухом, распластавшим крылья над старинными поместьями в глубине России. Всё потонет в море огня, призрак будет смеяться, и красный смех его подожжёт вселенную. Светопредставление для ослеплённых ужасом, ведь оно только мировой красный смех ужаса, а дребелый апокалипсис в русской поэзии. Разбойники и насильники – мы. Мы над телом покойника посыпаем пеплом в лосы и погашаем светильники. В прежней бездне, без верия – мы, не понимая, что именно в эти дни и часы совершается мировая мистерия. Андрей Белый. Христос Воскрес. Мы летим к невозможному рядом. В 1902 году в студенческом обществе имени Сергея Трубецкого Московского императорского университета студент естественного отделения физико-математического факультета Борис Бугаев делал доклад. Несмотря на скромность изложения основного тезиса, доклад вызвал настоящий скандал. Князь Трубецкой отказался председательствовать. Глава Московского психологического общества профессор философии Лопатин – тоже. На место председателя приват-доцента согласного нашли с трудом. По впечатлению докладчика, его старались разорвать на части. Его уже было известно, что студент Бугаев и есть наделавший в Москве шум декадент Андрей Белый, который имел несчастье быть сыном профессора Николая Васильевича Бугаева, одного из основателей психологического общества. Искусство, сказал докладчик, не в состоянии передать полноту действительности, то есть представления и смену их во времени. Оно разлагает действительность, изображая ее то в формах пространственных, то в формах временных. Поэтому искусство останавливается или на представлении, или на смене представлений. В первом случае возникают пространственные формы искусства, во втором случае – временные. Андрей Белый. Форма искусства. Докладчику было 22 года. Свой пробег из вековечных времен, вековечные времена, он начал в семье математика, в квартире на Арбате, которую посещали ученые, преподаватели, композиторы, литераторы и Лев Толстой. Заброшенный дом Заброшенный дом Кустарник колючий, но редкий, Грущу обылом! Ах, девы, любезные предки! Из каменных трещин торчат проросшие мхи, Как полипы, дуплистые липы Над домом шумят. Или с за листом, Утоскуя онеги вчерашней, Кружится под тусклым окном Разрушенной башни, Как стёрся изогнутый серп Средь нежно-белеющих ливий Облупленный герб дворянских фамилий. Былое, как дым, и жалко, Охрипшая галка Глумится над горем моим. Посмотришь в окно Часы из фарфора с китайцем, В углу полотно с углём, Нарисованным зайцем. Старинная мебель в пыли, До люстры в чехлах, До гардины, И вдаль отойдёшь, А вдали равнины, Равнины, Среди многоверстных равнин, Скирды золотистого хлеба И нету один. Внимаешь с тоской, Обвеянный жизнею давней, Как шепчется ветер с листвой, Как хлопает сорванных стаклей. Июнь 1903-го. Серебряный колодец. С доклада завязалась переписка Молодых поэтов. Андрея Белого и Александра Блока. Оба ровесники, Оба студенты, Сыновья профессоров. Один москвич, Другой петербуржец. Один сын декана университета На Маховой улице, Другой внук ректора Столичного заведения. Петербург, Петербург, Осаждаясь туманом, И меня ты преследовал Праздную мозговою игрой. Ты – мучитель жестокосердый, Но ты – непокорный призрак. Ты – бывало, когда на меня нападал, Бегал и я на твоих ужасных проспектах, Чтоб с разбега Влететь вот на этот блестающий мост. О, большой электричеством блещущий мост! О, зелёные кишащие бацилами воды! Помню я одно роковое мгновенье, Через твои серые перила Сентябрьской ночью я перегнулся, И миг тело моё пролетело в туманы. Андрей Белый, Петербург. Первые письма были написаны По почину с обеих сторон, С разницей в один день, И потому едва не встретились в балагон. «Личное не оказалось индивидуальным», – писал Бугаев. «В то время, когда каждый думал, Что он один пробирается в темноте, Без надежды, с чувством гибели, Оказалось, и другие совершали тот же путь». На этом пути у обоих были французский символизм И философия Владимира Соловьёва. В 15 лет Борис Бугаев подружился С Серёжей Соловьёвым, Внуком историка Сергея Михайловича Соловьёва, Ректора Московского университета, А через него – с его отцом Михаилом Сергеевичем, Который на свои деньги опубликовал Рукопись его лирической, ритмизованной прозы «Симфония», Вторая – «Драматическая». И дядей Владимиром Сергеевичем, Известным религиозным мыслителем, Философом и поэтом, Именно он вдохновил Фёдора Михайловича Достоевского На создание образа Алёши Карамазова В последнем его романе. Оба, «Белый» и «Блок», Находились под мощным духовным воздействием Владимира Соловьёва. Оба почитали его русским провидцем, Настоящим пророком. Автопародия Нескладных виршей полк за полком Нам шлёт Владимир Соловьёв, И зашибает тихомолком Он гонорар набором слов. Вообще! Не проживёшь стихами, Хоть как свинья будь плодовит, Торгуй несчастной сапогами И не мечтай, что ты их пиит. Нам всё равно зима или лето, Но ты стыди с седых волос, Не жди от старости расцвета, И петь не смей, Хоть безголос. Владимир Соловьёв По мнению Владимира Соловьёва, Философы никогда не постигали истины целиком, Но всегда отрывали какой-либо отдельный её момент от целого И приписывали ему абсолютное бытие, Тем самым гипостазируя его в виде самостоятельной сущности. Абстрактная методология средневековой метафизики Абсолютизировала собственные односторонние абстракции, Превратив их в нечто мёртвое И препоручив традицию гипостазирования новому времени. Картезианское учение о разуме, Английское эмпирическое учение о примате чувственности, Трансцендентальная теория Канта, Шествие мирового разума в феноменологии духа Гегеля Всего лишь абсолютизировали ту или иную односторонность, Гипостазировали понятия. Истина же обретается в неразрывном целом Слияние рационализма и эмпиризма, В котором нет никаких намёков на изолированный рационализм и эмпиризм. Она не может быть изолирована И от самого образа жизни, От служения высшим ценностям красоты и любви, И не может быть обретена иначе, Как на пути христианского богочеловечества. Спасающий спасётся. Вот тайна прогресса. Другой нет и не будет. Владимир Соловлёв. Тайна прогресса. Совсем не сказочный смысл, Который философ видел в священной старине предания, Мог указать современному человеку правый путь жизни, Утраченный в охоте за беглыми минутными благами И летучими фантазиями, При условии, что человек потрудится Перенести это священное бремя, Прошедшего через действительный поток истории. Это вера особого рода. Вместе с Достоевским, Полагал Алексей Фёдорович Лосев, Владимир Соловьёв пророчествовал О какой-то новой религии, Где на первом плане была земля. Хотя, что интереснее всего, Здесь не было ни малейшего пантеизма. Христианское богочеловечество Потому не имеет никакого отношения к пантеизму, Что в нём две совершенно разные субстанции, Божественное и человеческое, Даны не только нераздельно, Но, кроме того, и не слиянно. Алексей Фёдорович Лосев, Владимир Соловьёв и его время. В поисках Вышнего Иерусалима Владимир Соловьёв совершал Не одни только метафизические путешествия В историю и науку. Едва получив назначение На самостоятельное преподавание Философии в Московском университете, Владимир Соловьёв Подал прошение о заграничной командировке, Которое было удовлетворено, И 29 июня 1875 года Прибыл в Лондон Для изучения древних историко-философских текстов, Памятников индийской, гнастической И средневековой философии, Находящихся на хранении в Британском музее. В это время молодой философ Философ уже сознавал себя как Иппоподеон Подножие ног Божественной Софии, И полагал личную душу только Ипостасью Или подставкой Божества. На редкость непрактичный, Философ забывал обедать И был всецело погружён в свои мысли. В читальном зале библиотеки В море умопостигаемого света, Который в дохристианскую эру Вне какой-либо образности Был явлен Платону, Владимир Соловьёв В уникальном, эмоционально умозрительном состоянии Открыл ослепительные черты Вечной женственности Софии, Премудрости Божией, Безврежной, Космической лазури С женским лицом. В работе 1911 года «Гносиология Владимира Сергеевича Соловьёва» Один из организаторов Религиозно-философского общества «Памяти философа» Белясый, Дуговый и Дылдистый Владимир Францевич Эрл Сумел чётко обозначить уникальность Философствования мыслителя и поэта. Николай Александрович Бердяев В своей книге «Философия свободы» Справедливо говорит «Как ужасно, что философия Перестала быть объяснением в любви, Утеряла эрос, А превратилась в спор о словах. Соловьёв и есть тот Почти единственный философ Второй половины 19 века, Во всяком случае, Самый значительный и великий, Философия которого Есть явное или скрытое, Но постоянное объяснение в любви. Под диалектикой Соловьёва, Под иногда безжизненной Корой его отвлечённой И часто сухой мысли Всегда трепещет Великая радость любви, К таинственной И благодатной основе мира, Познанной в интимном опыте, И его гносеология, Как она не диалектична И не строга, В некоторых своих звеньях В существе своём Есть рассказ о том, Что он видел И чему сподобился Быть свидетелем». Цитируется по работе Алексея Ульдосева Владимир Соловьёв Бедный друг Истомил тебя путь, Темен взор и венок твой Измят, Ты войди же ко мне Отдохнуть, Потускнёл, Догорая закат. Где была И откуда идёшь, Бедный друг Не спрошу я, Любя, Только имя моё Назовёшь, Молча к сердцу Прижму я тебя. Смерть И время Царят на земле, Ты владыками Их не зови, Всё кружась, Исчезает во мгле, Неподвижно Лишь солнце Любви. 18 сентября 1887 Владимир Соловьёв Отца-математика Огорчали исчезновение сына К Соловьёвым, Жившим по соседству, Но, будучи нежным, как шёлк, Он не стеснял его свободы, Лишь оговаривая увлечение Соловьёвым. «Они, Боренька, Все люди больные, Владимир Соловьёв Человек талантливый, Но больной, Даас, Знаешь ли, Галлюцинации видит. Смерть И время Царят на земле, Ты владыками Их не зови. Из письма Бориса Бугаева Александру Блоку 4 января 1903 года, Москва. Вот и ваши стихи. Они мне знакомы, Как-то лично Заинтересован Им, Пристально читаю, Не потому ли, Что есть в них Что-то общее, Общее, Неразрешённое. Точно мы стоим Перед решением Вечной задачи, Неизменной, И чуть-чуть Страшной. Ваши стихи Мне Чрезвычайно Нравятся И с чисто эстетической Стороны. В них Положительно Видишь преемственность. Вы точно Рукоположены Лермонтовым, Фетом, Соловьёвым, Продолжаете их путь, Освещаете, Вскрываете их мысли, Необычайная Современность, Скажу, Даже Преждевременность, Тем не менее Уживается Скромной Преемственностью. Ваша Поэзия Заслоняет От меня Почти всю Современно-русскую Поэзию. Быть может, Это и не так, Но не я Компетентен В критике. Андрей Белый Александр Глок Переписка Всё бытие, Исущее Согласно Великой Непрестанной Тишине. Смотри Туда Участно, Безучастно, Мне всё равно, Вселенная Во мне. Я Чувствую, И верую, И знаю, Сочувствием Правиться Не прельстиж, Я сам В себе С избытком Заключаю Все те огни, Какими ты Горишь. Но Больше Нет ни Слабости, Ни силы, Прошедшее, Грядущее, А мне Всё бытие, Исущее, Застыло В великой, Неизменной Тишине. Я Здесь В конце, Исполненный Прозренье, Я Перешёл Граничную Черту, Я только жду Условного Виденья, Чтоб Отлететь В иную Пустоту. Александр Дух В докладе Бориса Бугаева прозвучало Мы пришли к признанию трёх пространственных форм искусства, а именно живописи, скульптуры, зодчества. Краска характерна для живописи, вещество и характер формы для скульптуры и зодчества. Отсюда, конечно, ещё не вытекает пренебрежение рисунком и формой в живописи, как и пренебрежение краской в зодчестве и скульптуре. В мире существует смена представлений. Временные формы искусства, по преимуществу останавливаясь на этой смене, указывают на значение движения. Отсюда роль ритма, как характер временной последовательности в музыке, искусстве чистого движения. Если музыка – искусство беспричинного, безусловного движения, то в поэзии это движение обусловлено, ограничено, причинно. Вернее, поэзия – мост, перекинутый от пространства к времени. Здесь совершается, так сказать, переход от пространственности к временному. В некоторых родах поэзии особенно ярко сказывается этот переходный характер её. Эти роды являются узловыми, центральными, например, драма. Такого рода центральность их положения создаёт и особенный интерес к ним. Отсюда тесная связь их с духовным развитием человечества. Андрей Белый – форма искусства. Путь к невозможному Мы былое окинули взглядом, но его не вернуть, и мучительным ядом сожаленье отравлена грудь. Не вздыхай, позабудь, мы летим к невозможному рядом. Наш серебряный путь зашумел временным водопадом. Ах, и зло, и добро утонуло в прохладе манящей. Серебро, серебро омывает струёй нас звенящей. Это к вечности мы устремились желанной. Засиял после тьмы ярче свет первозданный. Глуши вопль зимы. Дальше хаос туманный. Это к вечности мы полетели желанной. 1903 С появлением в мире искусства статьи Андрея Белого с тезисами доклада стало ясно, что путь его пройдёт весьма далеко от естественно-научной специализации. Такими же путями уходили другие студенты из его группы. Художник Владимиров думал о Мюнхенской академии, Петров, вероятно, о музыке, а Белый, скорее, о строчках Блока и Брюсова, чем о нитробензоле за превращением его ванили. Итак, резюмировал докладчик, поэзия – узловая форма, связующая время с пространством. Соединение пространства и времени является по Шопенгауру сущностью материи. Шопенгауру определяет её как законно-причинность в действии. Отсюда необходимость причинности и мотивации в поэзии как формы законно-основания. Эта причинность может выразиться разнообразно и сознательной ясностью сопровождающей образы и внутренней обоснованностью поэтических образов. Андрей Белый. Форма искусства. 1. Поэт писал стихотворение о любви, но затруднялся в выборе рифм, но посадил чернильную кляксу, но, обратив очи к окну, испугался небесной скуки. 2. Ему улыбался свод Сиросинии с солнцем глазом посреди. Андрей Белый. Симфония 2. Драматическая. Сознательная ясность, сопровождающая образы, впоследствии стала необходимым требованием акнеизма, но её вряд ли можно было счесть за выражение законопричинности в символизме, как это делал автор доклада. Умопомрачительным открытием последнего десятилетия девятнадцатого века явилась философская поэма, так говорил Заратустра Фридриха Ницше. Ницше уже не философ в прежнем смысле, полагал Андрей Белый, а мудрец. Положение его – часто символы. Бог весь куда проникаешь за ним, сколько гранитных стен тает перед его детскими очами. Сама действительность начинает казаться стеклянной. Это футляр иного. Символизм как миропонимание. Интерес к творчеству баварского мудреца сколыхнул волну интереса к работам почти забытого Артура Шопенгауэра, которого Ницше считал своим учителем. Ты, отец, читай лебница. Ну, а я пока что с Шопенгауэром. Между тем, в Европе начало двадцатого века Шопенгауэр, на которого постоянно ссылался в своем докладе Борис Бугаев, уже не столь рьяно занимал умы, как это было еще двадцать или десять лет тому назад. В Париже блистал профессор коллеж де Франс Анри Бергсон, в Германии новое поколение кантианцев – Герман Коген, Пауль Наттерп, Генрих Рикер и феноменолог Эдмунд Мусор. Позитивистское направление философии господствовало в мировоззрении жителей Туманного Альбиона, а Новый Свет уже вступил в пору прагматизма Канта американской философии Чарльза Сандерса Пирса, Уильяма Джемса и Джона Дюги. И было много-много дум и метафизики, и шумов, и строгой физикой мой ум переполнял профессор Умус. Над мглой космической он пел, развив лосы и выгнув выю, что парадоксами Максвелл уничтожает энтропию, что взрывы полные игры таят тамсоновские вихры, что огромные мирры в атомных силах не утихли, что мысль, как динамит, летит, смелее, прикидчивей и прычче, что опыт новый мир взлетит, сказал, взрываясь Фридрих, нитче. Андрей Белый. Первое свидание. В детстве на рубеже столетий было так. Профессоров и профессор, мельтешивших в детстве, толпа. И я думал всерьез, мир, профессорский мир, остальные до мира еще не созрели. Не люди, а так себе что-то, что тихо ютится, приваливаяся, как жалкий домишко, к украшенному фронтоном фасаду огромного здания. Сидим на фронтоне, изваяны прочно, пьем чай себе. Матери ходят друг к другу, высоко, высоко, над улицей, над тарараками громких пролеток, с которых проезжие нос задирают почтительно. Видеть нас, профессоражи, отцы, встав на кафедру, громко читают студентам почтенные лекции. Все так солидно, прилично и, главное, прочно. Андрей Белый. На рубеже двух столетий. Что же? Разве поэзия и литература не вполне самодостаточны, чтобы держаться особняком от фразерства, популярных суждений, но в течение мыслей? В этом случае они вовсе не требуют метафизического логического или еще какого-либо теоретического или религиозного оправдания, поскольку сами представляют собой мировоззрение художественного рода, нетеоретических схем и философских аллюзий. Понятно, почему профессора философии не могли воспринимать в качестве серьезного обоснования привязки к иррационалистической философии Шопенгауэра, а тем более умозрительные пассажи и умозаключения о формах искусства. Складывалось впечатление, что студент много читал, но еще больше напутал, из-за чего количество вопросов по существу выступления превосходило разумные пределы. А это, опять же, свидетельствовало либо о мировоззренческой незрелости докладчика, либо о безнадежной отсталости профессора. Первое. В кабинете сидел знаменитый ученый, развалясь в кожаном кресле и чинил карандаш. Второе. Белые волосы небрежно падали на высокий лоб, прославленный многими замечательными открытиями в области наук. Третье. А перед ним молодой профессор словесных наук, стоя в изящной позе, курил дорогую сигару. Четвертое. Знаменитый ученый говорил. Нет, я недоволен молодежью, я нахожу ее нечестно, и вот почему. Пятое. Во всеоружии точных знаний они могли бы дать отпор всевозможным выдумкам мистицизма, оккультизма, демонизма и т.д. Но они предпочитают кокетничать с мраком. Шестое. В их душе поселилась любовь ко лжи. Прямолинейный свет истины режет их слабые глаза. Седьмое. Все это было бы извинительно, если бы они верили в эти нелепости. Но ведь они им не верят. Восьмое. Им нужны только пряные несообразности. Девятое. Молодой профессор словесных наук, облокотясь на спинку кресла, почтительно выслушивал седую знаменитость, хотя его уста кривила чуть видная улыбка. Десятое. Он возражал самодовольным. Все это так, но вы согласитесь, что эта реакция против научного формализма чисто временная. Одиннадцатая. Отметая крайности и несообразности, в корне здесь мы видим все то же стремление к истине. Двенадцатая. Ведь дифференциация и интеграция спенсера обнимают лишь формальную сторону явлений жизни, допуская иные торгования. Тринадцатая. Ведь никто же не имеет сказать против эволюционной непрерывности. Дело идет лишь об искании смысла этой эволюции. Четырнадцатое. Молодёжь ищет этот смысл. Пятнадцатое. Знаменитый учёный грустно вздохнул, сложил перочинный ножик и заметил внушительно. Но зачем же все они ломаются? Какое отсутствие честности и благородства в этом кривлянье? Шестнадцатое. Оба они были неправы. Андрей Белый. Симфония вторая. Драматическая. Мир рвался в опытах тюри, атомной, лопнувшую бомбой на электронные струи, невоплощённой гекатомбой. Я, сын эфира, человек, свеваю со стызи надмирной, своей порфирою эфирной, за миром мир, за веком бег, из непотухнувшего гула, взметая брызги, взвой гоня, волною музыки меня стихия жизни оплеснула. Из литургического сна в разрыв трагической культуры, где бездна гибельна, бездна, я ахнув, рухнув сумрак хмурый, как Далай-лама молодой с белоголовых гималаев, передробляемой звездой на зыби зыбленные маи. Александр Блок начал письмо комплиментарно и не сразу, но перешёл к вопросам. Многоуважаемый Борис Николаевич, только что я прочёл вашу статью «Форма искусства» и почувствовал органическую потребность написать вам. Статья гениальна, откровенна. Это песня системы, которой я давно жду. На вас вся надежда. Но меня глубоко тревожит одно – единое в вашей статье. Об этом я хочу написать, но прежде всего должен оговориться. Я до отчаяния ничего не понимаю в музыке. От природы лишён всякого признака музыкального слуха, так что не могу говорить о музыке, как искусстве ни с какой стороны. Таким образом, я осуждён на то, чтобы вечно поющее внутри никогда не вышло наружу и не перехватило чего бы то ни было существенного из музыки искусства. Последнее может случиться только в случае перемещения воспринимающих центров, то есть просто безумие, сумасшествие и то гадательно. По всему этому я буду писать вам о том, о чём мне писать необходимо – не с точки зрения музыки и искусства, а с точки зрения интуитивной – от голоса музыки, поющего внутри и оттуда, откуда мне слышны окружающие меня слова о музыке, более-менее доступны. С этой оговоркой и пишу. Есть ли ваша статья только формы искусства? Конечно, нет. Не имеем ли мы здесь намёка на превращение жизни в мистерию? Следующая фраза ещё – настойчивые, как настойчивые вы всегда, как настойчивые и неотвязны ваши духовные стихи в симфонии и в статье об Олениной. И, остановившись на этом, я почувствовал целую боль, целый внутренний рвущийся крик от того, что вы, дай Бог, чтобы это не было там, заполонили всю жизнь миром искусством. Глубина музыки и отсутствие в ней внешней действительности наводят на мысль о номинальном характере музыки, объясняющей тайну движения, тайну бытия. Ведь вы хотите слушать музыку будущего? Ведь тут вопрос последней важности, которой вы обошли в вашей статье. Это и нужно сказать необходимо во избежание соблазна здесь именно кричать и вопить о границах, о пределах о том, что апокалипсическая труба не искусна вашей 344-й странице. Вы последнего слова не сказали и от того последней страницы ужас и сомнения. Ведь это окраина, бьющаяся тропинка, на которой вы исчезаете за поворотом, и последние слова слышны как-то уже издалека, под сурдинку, в сеточке, а вас мы уже не видим. Ваше лицо уже спряталось тогда именно, когда пришлось говорить о том, последняя ли музыка или не последняя, а главное, какая там музыка, там, в конце, под формой ли она искусство? Андрей Белый, Александр Блок, переписка Душа мира Вечной тучкой несётся, улыбкой беспечной, улыбкой зыбкой смеётся. Грядой серебристой летит над водою, лучисто-волнистой грядою, чистая, словно мир, вся луч чистая, золотая заря, мировая душа. За тобою бежишь, весь горя, как на пир, как на пир спеша. Травой шелестишь, я здесь, где цветы, мир вам, и бежишь, как на пир, но ты там. Пронесясь ветерком, ты зелень чуть тронешь, ты пахнёшь холодком и, смеясь, вмиг в лазури утонешь, улетишь на крыльях стрекозовых, с гвоздик малиновых, с бледно-розовых кашек ты рубиновых гонишь бугашек. И действительно, продолжал докладчик, возможность изображения смены представлений – существенная черта поэзии. Представление невозможно без пространства. Смена представлений предполагает время. Поэзия, изображая и представление, и смену их, является узловой формой искусства, связующей время с пространством. Причинность по Шопенгауэру – узел между временем и пространством. Причинность играет большое значение в поэзии. В этом смысле предметом изображения поэзии является уже не та или иная черта действительности, а вся действительность. В этой широте изображения заключается. Все преимущества поэзии перед живописью, скульптурой и зодчеством. Наступают элементы времени, мелькают и пространственные образы, потерявшие свою непосредственность. Мы присутствуем при погашении яркости пространственных образов за счет роста значения временной смены их. Здесь впервые напрашиваются аналогии между этим превращением формы и превращением энергии. Поэзия в данном случае играет роль пространственного эквивалента музыки, аналогичного, например, механическому эквиваленту тепла. Поэзия отдушина, пропускающая в искусство пространственных форм дух музыки. Он дышит, где хочет, и голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Иоанн. Здесь мы имеем намек на одинаковый толчок, даваемый всем формам искусства. Разность задач этих форм вытекает из неодинакового их качества. Когда мы горящую спичку последовательно подносим на определенный срок фунту камня, фунту дерева, фунту ваты и фунту пороха, то получаем неодинаковый эффект. Камень слегка нагревается, а порох взрывается, развивая массу энергии. Хотя источник тепла и оди. Андрей Белый и форма искусства. И действительно, отчего не согласиться с докладчиком. Одинаковый толчок, если он одинаковый даже в одной форме искусства производит неодинаковый эффект в разных индивидуальностях. Что, думается, и этот момент совершенно упускает докладчик, вытекает из неодинакового их качества, таланта, одарённости, миропонимания. Дождёшься ль вечерней порой, опять и желанья, и лодки, весла и огня за рекой? Нет. Сумерки, сумерки вешние, хладные волны у ног, в сердце надежды нездешние, волны бегут на песок. От звуки песня далёкая, но различить не могу, плачет душа одинокая, ты на другом берегу. Тайна ли моя совершается, ты ли зовёшь вдалеке, лодка ныряет, качается, что-то бежит по реке. Сердце надежды нездешние, кто-то навстречу, бегу, отблески, сумерки вешние, клики на том берегу. Александр Брук Прекрасная статья, прекрасно оформлена, – дал свою оценку профессор Николай Бугаев, истинно просвещённый, по словам Петра Ильича Чайковского, человек. Ему, гейбницианцу математику, понравилось, что принцип сохранения энергии был перенесён сыном на искусство, попытка, которая ужаснула философов Трубецкого и Лопатина. «Поэзия, связуя время с пространством», – оцарапывал сознание Борис Бугаев, – выдвигает закон причинности и мотивации, на первый план. Не в форме и не в краске лежит центр поэзии, а в причинной смене этих красок и форм, соединённых в образы окружающей действительности. Припомним слова Шопенгауэра. Субъективный коррелят «Материей» или «Причинности», так как обе одно и то же. Ум – «Ферштанд». Кант называл субъективный коррелят времени и пространства чистой чувственностью. Созерцание мира – вот, по Шопенгауэру, проявление ума, непосредственно понятое умом, разум – «Фернуфт» связует в понятия. Дальнейшие комбинации этих понятий рождают цепь умозаключений. Поэзия умственно в шопенгауэровском смысле, но отнюдь неразумно, т.е. по-нашему нерассудочно. Присутствие рассудочности в поэзии следует рассматривать как некоторого рода отзывчивость, которая существует между созерцаемым и созерцающими. Отзывчивость особенно сильна в некоторых формах поэзии, изображающих общественную и умственную жизнь отдельных лиц или целых народов, как это мы видим в романе. Эти формы поэзии получают большое развитие. Их частное назначение заслоняет главную цель – искусство. Отсюда могла произойти та колоссальная ошибка, когда тенденциозность была провозглашена главной целью искусства – Андрей Белл формы искусства. Мысль докладчика нуждалась в исполнении. Ей нужен был отголосок и полосы солнечных бликов, нарезанные алмазным ничем. Собственно, многое в жизни поэта совершается не столько в силу сознательных усилий его творческой самобытности, сколько путем случайных встреч, безадресных обращений, опыта, в котором чудесным образом оказывается преодолено пространство и время, а броня из солнечных бликов позволяет бедному рыцарю восстать среди криков, а среди ослеплённых заразой дневирий. Не вздыхай, позабудь, мы летим к невозможному рядом. Священный рыцарь посвящается бедным рыцарям. Я нарезал алмазным мечом себе полосы солнечных бликов. Я броню из них сделал потом и восстал среди крика. Да избавит царица меня от руки палачей, золотая кольчуга моя из горячих воздушных лучей. Белых тучек нарвал средь лазури, приковал к мирозлатному шлему. Пели ясные бури из пространств дорогую поэму. Вызывал я на бой ослеплённых заразой неверья холодеющий вихрь золотой затрепал моё белые перья. 1903 «Я задаю бездны вопросов, – объяснялся к письме вновь, – оттого, что мне суждено испытывать вавилонскую блудницу и только жить в белом, но не творить белое. От моего греха задаю я вам вопросы и потому, что совсем понял, что центр может оказаться в вас, а, конечно, не в соединяющем две бездны Мережковском и прочем. И потому хочу кричать вам, пока не поздно. Может быть, я вас не понял, но тут во многом ваша недосказанность виновата. Вам необходимо сказать больше, вопить о границах, о том, что изида не имеет ничего общего с девой радужных ворот, тем более, что вся глубина, вся субстанция ваших песен на системе белая, не бездонная, не безобразная. Недосказанность Бориса Бугаева нашла восполнение в отклике Александра Блока. С этого момента началась их удивительная многолетняя переписка, по праву называемая «подлинным романом стиха» – исповедально, интеллектуально, драматически. Взаимные отношения поэтов складывались на слойный эпох и были полны превратности личной и общественной жизни, когда психологическая коллизия чуть не испепелила духовную близость Лавров, когда дети страшных лет России забыть не в силах ничего. Незнакомый друг Посвящается Петру Батюшкову Мелькают прохожие в санке, Идёт обыватель из лавки, Весь бритый старинной осанки, Должно быть военный в отставке, Галоший стучит по панели, Мальчишка мигает со смехом В своей необъятной шинели, Отделанной выцветшим мехом. Он всюду, где жизнь, И на медне я встретил его у обедни. По церкви ходил он с тарелкой, Деньгою позвякивал мелкой. Все знают про замысел вражий, Он мастер рассказывать страсти, Дички с ним дружаться, И даже квартальной пресненской части. В мясной ему всё без прибавки, Не то что другим отпускают, И с ним о войне рассуждают Хозяева ситцевой лавки. Приходит, садится у окон, С улыбкой приветливо ясный, В огромный, фулярово-красный, Сморкается громко платоком. Китаец дерётся с японцем, В газетах об этом писали. Ох, что не творится под солнцем! Недавно купца обокрали. Холодная зимняя вьюга, Безрадостно тёмные дали, Ищу незнакомого друга, Исполненный вечной печали. Вот яростно с крыши железной Рукав серебристый взметнулся, Как будто для жалобы слезной, Незримый в хаосе проснулся, Как будто далёкие трубы, Оставленный всеми, как инок, Стоит он средь бледных снежинок, Подняв воротник своей шубы. Как часто средь белой метели, Детей провожая со смехом, Бродил он в старинной шинели, Отделанной выцветшим мехом. 1903-й, Москва 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Детей провожая со смехом. 2, 4, 5, 5, 6, 7, 10, 9, 10, 12, 12, 12, 12, 13, 12, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 17, 17, 17, 18, 17, 19, 20. Продолжение следует...